Река Чумыш, хоть и небольшая, но полноводная. А весной во время паводка может стать и вовсе опасной. Если не расчистить русло и не дать воде беспрепятственно течь, то пострадать могут не только Тальменко и ближайшие села района, но и окрестные территории, и даже федеральная трасса М-52. Поэтому службы стремятся при первой возможности разрыхлить лёд. Слово «взорвать» они не любят из-за негативной окраски. За моей спиной сейчас, вы видите, остались сектора, нарезанные во льду. Это мы для перестраховки ещё дополнительно сделали нарезку. Для того, чтобы движение льда уже 150% беспрепятственно пошло, без задержки. Медлить нельзя. В самой Тальменко весенняя вода уже дала о себе знать. В главном парке райцентра местами по колено. Из-за декабрьских дождей снег содержит больше воды, чем обычно. Опасность подтопления высока. К паводку здесь уже готовятся вовсю. Чистят канализации, ручьи и тоже закупают взрывчатку. На всякий случай, если на Чумыше возникает затор, кидают её с вертолёта и пробивают лёд. В прошлом году, конечно, ситуация была сложная. Стихия есть стихия. Иной раз против стихии и опыт. Маловато опыта. Впрочем, у стихии есть и обратная сторона. Взрывы льда – настоящее зрелище, которого ждут. Всё прошло по плану и без эксцессов. Хотя ранее, говорят, в Тальменке они бывали. При взрывании в других местах и окна в ближайших домах выносило. Кульминация подготовки к паводку миновала. Впереди, может, и не такая взрывная, но не менее нужная работа. Василий Морозов, Николай Шелко. Наши новости.